И если он начинает задвигать какую-нибудь херню, вообще полную, которая мне вообще неинтересна, то я внутри выделяю 5-7 минут, когда его не перебивают. А 50 тысяч долларов носить на грудном кармане. Мы делаем нейроинтерфейсы, которые встроены в наушники, примерно в такие же, но только другого цвета. Ну, просто смешно. Ну, просто из разряда переехать в Армению или Грузию, ну, это, типа, самое странное решение, которое только можно представить. Я хотел на секунду тебя перебить, сейчас, для 79% населения, все, зашибись. Да, тем более, если ты печатаешь эти деньги, боже мой, это же не так-то сложно. Получайте бабки, рассказывайте всем, какая Россия плохая. Я делаю хитро, я стараюсь давать какие-то полезные вэлью, советы, рекомендации по финансам, по экономике бесплатно, чтобы люди зарабатывали деньги. Добрый кола. Все то же самое, просто банк поменять. Юристы говорят, нет. Хорошо, а если вот так мы банку поменяем? А если вот так? А вот на сколько процентов нужно поменять банку, чтобы вас удовлетворить? Зоны освободятся благодаря Пригожину. Всем добрый день, добрый вечер. Сегодня мы будем общаться с Сашей по-новым. Это очень интересный человек, который прославился своим упорством, своей упортостью, своим насилием над собой в делах, в работе. Он владелец различных бизнесов, начиная с домов на колесах, заканчивая нейроинтерфейсами и крупным рекламным бизнесом с ключевыми, так сказать, игроками, имеет различные взаимоотношения в пике. На него работало и, возможно, сейчас работает 400-500 человек. Он поднял полмиллиарда рублей инвестиций от государства и, я не знаю, сколько еще частных различных инвестиций. Саша доехал на надувной лодке от Москва-Сити до Африки, до Ливана, по-моему, до куда-то. И также известен другими сумасбродными выходками. Он ездил на баги от Москвы до Гоа через Пакистан в какой-то лютый холод. То есть Саша очень-очень-очень старательный человек и ему есть о чем нам рассказать. Сегодня мы поговорим с Сашей Пановым. Итак, Саша, привет! С нами Александр Панов и я, ваш бессменный ведущий Алексей Антонов, бессменный ведущий интервью с Алексеем Антоновым. Посмотрим, может быть, он сменится в будущем. Мы с тобой, когда ходили за кофе сейчас, обсуждали тему дурацких понтов. То есть тех понтов, особенно со стороны мужиков, которые нам не нравятся, разных всяких странностей. И ты говорил, что это очень тупо, когда мужик хвастается своими любовными похождениями, особенно мужик за 30 в деловых беседах. Возможно, сейчас я тебя немножко спалю перед твоими собеседниками, но не мог бы ты раскрыть эту мысль получше. Мне она очень понравилась. Иногда ты находишься вообще, в целом, кажется, что как бы правильно понтоваться — это тяжелый труд, я бы даже сказал, и отдельное умение. Я не уверен, что я этим умением обладаю, но я четко вижу. Это, знаешь, как в моей основной деятельности, которой я занимаюсь, я не могу рассказать дизайнеру, как сделать дизайн крутой, но я точно понимаю, как дал говно абсолютно сразу же, мгновенно. То есть это так и здесь. Когда человек достаточно взрослый, достаточно успешный, зачем-то говорит мне, очевидно, с целью подчеркнуть, какой он классный, о том, как классно он провел и с кем провел предыдущие часы, дни, я не знаю, и так далее, то это вызывает некоторую... Знаешь, есть такой мем, когда девочка так делает... Ну, типа, я не до конца понимаю, как реагировать, потому что, на мой взгляд, это странно, да? То есть это какой-то подростковый способ выпендриться, и, ну, как бы... Я с тобой соглашусь про подростковые способы выпендриться, потому что у меня в эту категорию... Ну, мы сейчас будем звучать как снобы немножечко, но реально это очень скучно. В эту категорию попадают все обсуждения из серии, а какую я машину купил, а какую я машину хочу, а вот такая машина то, такая машина вот эта, и вот все, что... Ну, да, ну, примерно, да, но, по крайней мере, обсуждениями, какую машину хочу или какую купил, все-таки это такая одноразовая история, тебе навряд ли пять раз будут рассказывать про одну и ту же машину, а в этом случае могут рассказывать, ну, как бы, кажется, что там нет предела. Вот, и... Ты не поверишь, есть категория людей, которые занимаются только этим, покупают какие-то дорогие вещи, обсуждают свою красивую жизнь и стараются пожить еще красивее, хотя там вот эта дельта превращения удовольствия от одного пункта красоты, оно же вообще ничтожно. Да. Я хочу сказать, что вот этот вот момент, связанный с хвостовством пустым, какими-то странными вещами, он вызывает порой отрыпь, потому что ты до конца не понимаешь, как реагировать. Ну, то есть, типа, из разряда... То есть, очевидно, что это не та вещь, которая, типа, тебе надо как-то сказать, «О, круто!» Нет, так это точно не круто. Но, с другой стороны, тебе тоже все равно что-то нужно сказать. Ну, то есть, как бы, да, с точки зрения этики общения. И вот это большой челлендж, как бы выбрать правильный оттенок для того, чтобы... Вот, ответить. Для того, чтобы поддержать коммуникацию. Опускаешься ли ты до уровня собеседника, когда надо мериться понтами или наладить отношения, признавайся? Ты знаешь, мне кажется, что иногда я использую несколько оборотов для того, чтобы скорее утихомирить собеседника с его понтами. Ну, типа, для того, чтобы... То есть, если человек всячески... Ну, то есть, условно, возьмем пример. Если человек всячески хочет, ну, там, незнакомый, меня, там, типа, подколоть или как-то построить дискуссию в разных грейдах из-за того, что я приехал на желтом такси, а я езжу всегда только на желтом такси и никогда на черном, и подчеркнув, что, я не знаю, у него... Там дальше можно добавить любой, любой премиальный бренд. Я между делом могу сказать, что, чувак, да, предыдущая машина у меня была R8, я ее продал, потому что она, ну, как бы перестала приносить удовольствие. Но это скорее используется просто для того, чтобы... Чувак, давай вот эту часть отставим, не будем здесь потом там соревноваться, и давай поговорим дальше уже просто о работе. Мне кажется, что раньше я больше времени уделял тому, чтобы подстроиться под собеседника, наладить коммуникацию, какие-то дополнительные бонусы от этого получить. Поэтому я так... мне всегда интересно, а кто действует в таком же ключе, потому что есть разные подходы. Вот есть люди, которые готовы обсуждать что-то, то, что им неинтересно, или соглашаться с чем-то таким дурацким, нейтральным, в общем, идти на поводу у собеседника или у группы людей для того, чтобы решить какие-то свои задачи. А есть люди, которые скажут, так, это все, это мне неинтересно, вы все дебилы, так, я с вами не разговариваю. Слушай, у меня есть стратегия на этот счет. Вот я с новым человеком, когда общаюсь, вот представь, совсем новый-новый человек, но потенциально интересный. И если он начинает задвигать какую-нибудь херню, вообще полную, которая мне вообще неинтересна, то я внутри выделяю 5-7 минут, когда его не перебиваю. Даже когда та тема, которую он обсуждает, настолько на мне... Ну, то есть она, во-первых, а, может быть, неинтересна, бо, более того, я могу быть принципиально как бы в оппозиции этой темы. Но первые 5-7 минут я пытаюсь на него вот эту историю не выливать, да, чтобы не быть, знаешь, тем человеком, который там, здравствуйте, здравствуйте, я веган. Вот чтобы не было такого, да, когда человек раньше времени начинает рассказывать о каких-то там своих зачастую ортодоксальных привычках. Вот, и поэтому 5-7 минут 10 я готов вот выдержать вот эту вот паузу для того, чтобы не выливать на человека комментарии на тему того, что, конечно же, я не пойду вот этим заниматься, и вот это для меня неинтересно. А дальше обычно, если мы продолжаем общение, обычно люди так или иначе это узнают и дальше всякую херню не предлагают. Ну ладно, всякой херней выпендриваться, может быть, нет смысла, есть смысл выпендриваться трудолюбием. Вот мы с тобой, когда встретились здесь в 9 утра, ты стоял, разговаривал с кем-то, и, видимо, это был рабочий звонок, судя по всему, но сейчас воскресенье, Саша, какого хрена, что за рабочие звонки в 9 утра, с кем ты можешь созваниваться и о чем? Значит, ты два вопроса задал, давайте начну с простого. Потому что периодически ко мне приходят люди, которые почему-то считают, что им нужен мой совет. Перед этим я пять раз спрашиваю у них, действительно ли они так считают. Но у них есть обычно какие-то аргументы, почему так. И справедливости ради, в некоторых вещах у меня есть, ну, знаешь, как бы некоторая экспертность. Если считать, что слово экспертность, значит накопление максимального количества ошибок в узкой отрасли, вот, то в некоторых отраслях я однозначно эксперт. Вот, и воскресенье я обычно выделяю, необычно, воскресенье для меня всегда рабочий день, но он делится на две части. Это разбор, три части. Разбор всего того, что не доделано и не додумано. Второе, проведение всяких разных созвонов и встреч, которые имеют там операционную и оперативную ценность меньше, чем, ну, и, соответственно, не попадают в календарь на неделю. И составление календаря на следующую неделю и, там, детального, и просмотра всяких разных умных вещей, и прочитывание разных умных или не очень там сообщений, фраз, пейперов и так далее. Вот, это воскресенье. Это вот, и конкретно, когда ты пришел, я консультировал, если это можно так сказать, одного знакомого человека по поводу организации, орг структуры и организации мотивационной программы для руководителей. Вот, это то, что касается твоего вопроса. А с точки зрения первого, широкого, мне кажется, что много работать, очень много работать, это огромный кайф и, само собой, разумеющийся. И когда кто-то делает иначе, это вызывает у меня по меньшей мере удивление. Потому что, например, отдельное удивление меня вызывают люди, которые, говорят, хвастаются тем, что они работают мало. Вот этот момент вообще вызывает у меня просто улыбку. Ну, типа, окей, чувак. Ну, типа, я работаю все два часа в день. А остальное, ты что время делаешь? Ну, не знаю, типа, там, знаешь, серфишь? Я не знаю, что... Ну, а дальше что-то, чем, не знаю, там... Ну, то есть, исключение, может быть, если человек выделяет большую часть своей жизни на какую-нибудь, я не знаю, искусство, я не знаю, написание книги и так далее. Хотя, наверное, написание книги в какой-то мере уже должно причисляться к работе. Ну, опять же, какая книга? Может, это сказки? Вот. Хотя... Ну, ты не знаешь, как сложно писать сказки. Сказки — это одна из самых сложных вещей для писателей. Вот между ними считается. Потому что написать сказку — это значит написать что-то для ребенка. Ты не ребенок, тебе сложно написать для... Мне кажется, что нужно подходить... Настолько другого существа. ...это вопрос через этот... Через этот... Воронку этих, знаешь, типа, теста, теста. Это заходит, не заходит, заходит дальше и дальше. Таким можно нейросетку нужно писать, который будет, как мне кажется, детям. Потому что им не нужно глубокий смысл. Им нужно как бы интересное сочетание. Ну, сейчас мы в сторону. Почему, о чем бы мы не начинали с тобой разговаривать, заканчивается все тем, что надо написать нейросетку или... До этого мы обсуждали, как сделать, чтобы камеры автоматически переключали все как надо, и видео собиралось само с трех камер, и для этого тоже надо было нейросетку написать. Мне кажется, здесь даже особо нейросетка не нужна. Давай, под словом нейросетки я понимаю достаточно большой диапазон от алгоритмического решения до какого-то вот мошен-леунинга. Почему я в эту историю так или иначе всегда поворачиваю? Потому что мне очень нравится повышать эффективность всего. Повышать эффективность всего, на мой взгляд, это основная эволюционная задача человека. И один из способов повышения эффективности является автоматизация. И когда я вижу, когда люди делают ту работу, которую делать было не обязательно, особенно если это работа, ну, циклически повторяю, что это регулярная работа. И если посчитать экономику и сбалансировать, что один раз реализовать это алгоритмически или как-то возможно, и это сэкономит кучу времени и сил, то очевидно это то, что нужно делать. Я с тобой согласен. Ты упомянул про эффективность. Я думаю, если играть в ассоциации, спросить всех твоих друзей, с каким словом вас ассоциируется, Саша Панов, это будет слово эффективность. Скорее всего, ты такой прообраз эффективности, возможно, амбассадор эффективности на этой планете. У тебя было классное видео, ты скидывал, на котором 24 просмотра, где ты рассказываешь про свой день. Хотелось бы, конечно, утаить это от мира, но я не могу. Расскажи, из чего состоит твой чертов день эффективности, потому что я думаю, что это очень круто и очень нетипично для предпринимателей, которые столько денег уже подняли для стариких проектов. Обычно они уже где-то на Бали, на острове. Я прокомментирую зрителям. Во-первых, 24 просмотра было просто потому, что это запись в архиве корпоративном, записи зума. И, соответственно, на зуме было человек, наверное, 100-150 было, может быть, даже побольше, может, 170 было из сотрудников, 2 трети. И поэтому там было немного записей, потому что пересматривали только те, у кого были встречи. Но я там благодаря тому, что я скинул это в твой элитный чат, отвечая на какой-то вопрос, количество просмотров увеличилось втрое. Так что я надеюсь, что кому-то это добавило какое-то, может быть, пользование, смотря что ролик не свежий. Теперь то, что касается эффективности. Важно понимать, что с точки зрения эффективности для некоторых типов людей, над которыми себя я причисляю, у которых... То есть есть, давай-давай же так, есть очень умные люди, очень умные. Я с некоторыми из таких знаком. И когда ты с ними общаешься, во-первых, ты кайфуешь от того, какой он умный, а во-вторых, ты понимаешь, какой огромный гэп когнитивный между тобой и этим человеком. Мне эта история знакома с детства, потому что у меня такой гэп с отцом. То есть ты общаешься с отцом, и ты понимаешь, что это бездна знаний, это сложные системы, системные взаимосвязи, колоссальное количество накопленной информации, которая в мою оперативку или даже на харде, никогда в жизни бы не записалась. Ты понимаешь, что вы спортсмены разных видов спорта. Вот. И если у тебя есть история, связанная с... Ну, то есть вот эти показатели у тебя ниже. Ну, очевидно обычно, что какие-то показатели выше, если у тебя там что-то ниже, обычно все-таки как-то природа балансирует. Вот. И поэтому если ты хочешь сделать так же много, как очень умный человек, то две вещи. Тебе нужно просто как бы как можно больше работать, да, больше заниматься этим делом. Но это не решает проблему, потому что ты можешь сделать больше, чем в два или три раза, потому что у тебя есть физиологические ограничения. И как следствие тебе нужно максимально повышать эффективность каждого момента. И для того, чтобы повышать эффективность каждого момента, там тоже есть предел, конечно же, и он тоже достижим достаточно быстро. Но, кстати, большинство людей в эту историю практически не играют. Есть различные приемы. И я составил список этих приемов, и постоянно составляю, и дисциплинированно их соблюдаю. В течение последних лет, наверное, пяти, семи, может быть, даже больше. Что за приемы, Саша? Расскажи нам все свои секреты. Это один из основных приемов, который, на мой взгляд, принципиальным образом влияет на эффективность. А эффективность, она еще очень сильно связана, особенно в современном мире, с самоконтролем, мотивированностью и так далее. Вот это альтер-эго прокрастинации и прочих вещах. Так вот, есть такая вещь, как, не знаю, сила воли или внутренние силы, которые тебе нужны для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы соблюдать дисциплину, для того, чтобы вставать утром. И у каждого человека этих сил всегда меньше, чем хотелось бы, меньше, чем нужно. Если их расходовать неэффективно, то в какой-то момент у тебя как бы опускаются руки, и дальше ты устал, и не можешь себя держать в том состоянии заниматься тем, чем ты хочешь. Вот. И, на мой взгляд, главный момент — нужно эти силы экономить. Экономить эти силы системно можно. Главным моментом — нужно один раз принимать решение и годы его не пересматривать. И здесь развилка из две части. Первое, каким образом это может работать, я создал календарь недельный. И в рамках этого недельного календаря, где у меня прибито почти все, все моменты, я живу последние 5-7 лет. Это значит, что у меня в одно и то же время тренировки, у меня в одно и то же время учеба. Я учусь математика, философия, инженерные всякие разные вещи. Компенсирую неполученное образование выше. У меня в одно и то же время каждую неделю созвон со всей семьей. Годы. Все знают, что в определенное время, в определенный день все подключаются из разных частей мира, и мы обмениваемся новостями раз в неделю. У меня одинаковое время для всех операций, которые можно стандартизировать. А они не стандартизированы, а они прибиты гвоздями. Вот я это сделал, и это экономит кучу сил. То есть я заполняю только щели между вот этими регулярными встречами, статусами. В том числе я пытаюсь, то есть у нас даже, например, встречи есть с руководителями, на которых забито время для того, чтобы ничего, ну просто поболтать. И это тоже важно, потому что если у тебя нет просто простого общения с коллегами, то у вас теряется даже просто связь, да, вы начинаете просто быть сотрудниками бездушной корпорации. Вот это первый момент. Это то, что касается календаря. А второй момент — это принимать решения один раз по регулярно возникающим вопросам и их не пересматривать. Вот пример для того, чтобы экономить силы. Как ты знаешь, и как ты меня видел достаточно много раз в жизни, то есть у меня была проблема, у меня тратилось примерно 5-7% энергии утром раньше для того, чтобы выбрать, что надеть. И я полностью взял и перешел полностью на черный гардероб. То есть у меня черные футболки, черные толстовки, черные штаны. И как следствие мне не нужно даже включать свет в спальне для того, чтобы взять вещи. Мой шкаф напоминает черную дыру. То есть там неразличимы вещи, просто там стопочками лежат все или висят. Я беру просто любую вещь справа налево, потому что шкаф открывается справа. Я беру правую вещь с одной полки, правую вещь с другой полки и, соответственно, выхожу. И как минимум у меня есть, получается, буст на 5-7%. А не отбирает ли это у тебя 10-13% эффективности на каких-нибудь встречах, например? Потому что о чем беспокоятся многие? Да, я могу ходить как раздолбай в чем хочу, но что люди-то подумают? Сашенька, что люди подумают? Смотри, мне кажется, что у меня была такая проблема, когда мне было 18 лет, 19 лет, а мне нужно было имитировать гораздо больше возраст на встречах, потому что мы начинали работать и тогда работали с крупными корпорациями уже. 19-летний, а фактически еще подросток, не может на встречах обслуживать, тем более, на всякий случай я, конечно же, не представлялся никогда директором компании, потому что это вообще был полный провал, да? Но даже как просто аккаунт-менеджер, который обслуживает компанию, это недопустимо. И поэтому я всем всегда говорил, что мне 23, потому что 25 бы уже точно никто не поверил. И для того, чтобы как-то подтвердить вот эти 23, я специально когда-то нанял стилиста. Этот стилист пошел со мной в магазин и собрал мне какое-то количество комплектов для того, чтобы я выглядел взрослым. Костюм взрослого дяди тебе собрал. Да, 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 взрослого стильного дяди, вот. И плюс у меня была еще тогда проблема, что, или такой, знаешь, этот маленький комплекс. Меня часто фейс-контроль не пропускал в ночные клубы, соответственно. И вот эти вот смешные проблемы 19-летнего подростка, они таким образом решались. Но буквально через, не знаю, 3-4 года, как только у тебя внутренняя уверенность накопилась, как только ты понимаешь, что ты на встрече можешь сказать достаточно умную вещь, которая статистически будет умнее, чем вещи всех остальных, кто сказанных на этой встрече, то внешний вид уже перестает иметь какое-либо значение. Поэтому, отвечая на твой вопрос, для некоторых категорий это важно, но как только ты достиг какого-то, ну, даже не критического минимума, а какой-то минимальной планки, можно смело забить хер полностью вообще на то, как ты выглядишь, и вообще не париться. Это никаким образом ни от чего не зависит. Я хотел бы, как ты к этому относиться, и тоже сильно экономить время, но я по-прежнему думаю, что внешний вид в некоторых случаях лучше попадает в контекст и дает дополнительных баллов. Я это чувствую на себе, когда напяливаю куда-то костюм. Да, я понимаю, это такая же фишка была, когда ты приезжаешь общаться с незнакомыми людьми на крутой тачке. Ну, то есть, условно, ты вроде бы ничего не говорил, ты припарковался, и у тебя сразу имидж поднялся, да, соответственно, все такие, блин, да. Есть даже, по-моему, какая-то книжка, в которой есть такая рекомендация, что типа слушать людей на хороших машинах. На каком-то уровне, да, и даже более того, в одной из книжек Трампа он с партнером что-то там, не помню, как она называется, в общем, одна из эгегей книжек Трампа типа «Давай, давай, делай, делай, беги, беги», как-то так она называлась. Они рекомендовали 50 тысяч долларов носить на грудном кармане, для придания уверенности, мне кажется, это из этой же серии. А машины мы, я думаю, уже переросли в том смысле, что я теперь, когда вижу человека, который излишне ярко в гучи одетый, тем более на дорогом спорткаре, у меня минус баллы немножечко ему уже. Конечно, это из разряда, кажется, тут два варианта, то есть когда ты видишь человека условно на Феррари, то есть два момента. Первое, я очень люблю стандартизировать принятие решений, клиповое, то есть из разряда, если клиповое принятие решения хорошо задизайнено, то, конечно же, у него есть ошибки, но учитывая, что ты экономишь время на принятии решения, ну, то есть, да, конечно же, будет выплеснуто вместе с водой немножко детей, но большинство детей останутся на своих местах. Вот, и дальше у меня такой вопрос, видишь, машина, машина, чувака на крутой машине, дальше первый момент, ему до 27, если до 27, можно простить. Все, еще, 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 этот, ну, то есть это не коррелирует его с его, из разряда, он может быть как очень классным, так и не очень классным, не найдешь еще зависимости. А если ему прям много лет, то это значит, что у чувака есть реально какие-то проблемы. Ну, то есть, условно, если чуваку там, то есть у него либо там, его он прям сильно нахлобучил, кризис среднего возраста, либо его, либо, не знаю, только развелся, либо еще какая-то, ну, то есть у чувака явный, ну, то есть здоровый человек, который, давай даже так, который не является профессиональным гонщиком, просто так пойти и купить себе дорогую машину, просто, ну, полную, полностью бессмысленную, просто, ну, в нормальном состоянии, может, что-то должно быть не так. Ну, профессиональные гонщики, они обычно, наоборот, в гражданской жизни некоторые даже не ездят за рулем, чтобы рукой не сбивать. Это все согласен я с тобой, и у меня это так выглядит, что такие, как в покерной терминологии Телзы, то есть то, что человек показывает, они мне дают немножечко информации о нем и классифицирует в определенную сторону, и зависит это от того, на каком месте я сам сейчас нахожусь своего эволюционного развития. И вот из той точки, в которой я сейчас, когда я вижу человека, который нарочито дорого выглядит, прям вплоть до бескусицы и имеет суперкрасивую машину, я обычно рассуждаю, что, видимо, он разбогател либо случайно, либо недавно, либо недавно случайно. И это тоже говорит что-то об его стратегии, подходу к делам и всему остальному, то есть это для меня скорее минус. Например, хороший костюм, когда у человека пошит, грамотно, стильно, и там есть много нюансов, то есть костюм – это невероятная кладезь информации, так уж нас воспитало общество, которое большинству людей не видно, и можно потратить много денег и купить себе абсолютно плохой дурацкий костюм, не по размеру, можно очень сильно этому заморачиваться, и уделять нюансы. И так некоторые люди друг друга различают, вот мне на это интереснее, например, посмотреть, но с другой стороны, и мне, например, совершенно не нравится, когда человек с охраной. То есть вот если ты тоже один из таких вещей, которые мы встречаем в жизни и в бизнесе, где-то, когда ты видишь, что человек с охраной, это тоже определенные звоночки для меня, особенно если это не профессионально охрана уровня, один ФСОшник сидит в углу там, присматривает, второй еще где-то там у дверей, а если это здоровые, нарочи-то такие огромные люди. Черные. Черные трое сидят за соседним столом, пьют чай, смотрят в телефоны. Для меня это тоже определенный такой ТЭЛС, что возможно у человека проблемы, он что-то кому-то испортил, у него есть враги, либо он знает что-то за собой, либо он понтерец. То есть практически не бывает хороших выходов из наличия вот этой показушной охраны. Да, в текущих времен. Я хотел бы тебе тоже задать вопрос. Давай. Да. А вот мы сейчас с тобой обсуждали машины и весь этот аутфит, да, или как это назвать. А что ты можешь сказать про человека, который покупает черный-черный спортивный SUV одного итальянского бренда с быком на капоте? Речь, видимо, про меня. Да, я вот перерастаю этот момент в данном этапе. Особенно я бы хотел сделать, когда один человек, который никогда не разгоняется больше, чем допустимая скорость по знакам, ну то есть, условно, большая часть времени эта машина ездит со скоростью 65-75 км в час, хотя рассчитанно преодолевать эту скорость за долю секунды, вот, для того, чтобы перемещать одно тело, используется, я не знаю, 64 цилиндра в разных местах для того, чтобы, вот. Да, я, ну у меня была понятная стратегия для меня в отношении всего дорогого и хорошего, когда появились деньги, ну, известная история, что в детстве велосипеда-то у тебя не было, ты сейчас его купил, его все равно в детстве не было, и ты вынужден идти дальше с этой мантрой, и поэтому, когда я оказался в нужном месте в нужное время, оказался в чем-то эффективным и начал зарабатывать деньги, я сразу стал себе покупать все самое лучшее, что можно было, то есть мне надо было все дорогое, все самое хорошее, потому что у меня все должно быть самое хорошее, я ждал этого всю жизнь, соответственно, за несколько лет примерно ты все эти хотелки удовлетворяешь, понимаешь, что ничего не поменялось, никакой разницы абсолютно не произошло, да, у тебя есть какое-то количество каких-то хороших вещей, какие-то из них для тебя полезные, и вот они есть, и сейчас я вот с этим живу, собственно, но как бы желание еще потратить деньги вообще на какие-то такие вещи сейчас, оно мне кажется таким глупым, но в этом есть определенный парадокс, потому что сколько бы я ни объяснял другим людям, то есть есть люди, которые после первой Р-8, как ты это поняли, есть люди, которые это поняли до этого, это либо дети из сильно богатых семей, у них всю жизнь все было, у них нет желания купить себе что-то, либо это очень просветленные граждане, так, чтобы ты человеку не супер богатому сейчас объяснил, что ему это все не нужно, это практически невозможно, никто тебе не поверит, все равно сначала дайте мне самую дорогую блестящую штуку повесить на руку, а потом я буду вас слушать про ваши проповеди, вот это таким образом странно выглядит. Да, ну то есть я бы даже так сказал, что, во-первых, когда меня кто-то спрашивает по поводу того, зачем ты это купил, я всем говорю, что ты купил это просто в ответ на мем криптовый. Это, в общем-то, правда. Да, вот из разряда, когда купить тачку в ответ на мем, выглядит дурацкий, достаточно по-дурацки, но прикольно. Мы прокомментируем тем, кто не знает, это ламба, это была мечта любого криптовалютчика, вот 16, 17, 18 год, вен ламба, то есть люди покупали токены, а потом писали в чат через 10 минут вен ламба, когда я уже куплю ламбу, то есть это настолько популярная история, что я решил, что ну и мне тоже нужна ламба, получается. Сейчас я понимаю, что не сильно-то она мне и нужна, даже самая удобная и классная и большая ламба, в которую я влезаю, она все равно не столько полезна. У меня есть к тебе такой вопрос касательно планов, опыта и эффективности. Ты сказал, что ты стараешься придерживаться планов долгосрочных лет по пять, и что это самое продуктивное, что можно с ними сделать. У меня есть такая проблема, проблема не проблема, задача, я думаю, как у многих, наш мозг постоянно развивается, то есть ситуация меняется, что-то меняется, и часто ли ты пересматриваешь планы, и как ты вообще относишься к тому, что с одной стороны надо добивать то, что ты наметил, с другой стороны ты уже другой, ситуация другая, и не думаешь ли ты, что пора менять планы, и часто ли они меняются, как ты к этому относишься? Смотри, то, что я до этого говорил, это к планам в том контексте, который ты сейчас сказал, не имеет отношения. То есть когда я говорил, что залог эффективности, это две вещи. Первое, в рамках одного блока, это недельный план, прибитый гвоздями к календарю, который экономит силы и время на то, чтобы составлять и планировать. И второй момент, принимать решения по классическим регулярно возникающим вопросам заранее. Например, давай вот я сказал, чтобы не решать вопрос на тему того, что надеть, я просто поменял принципиальным образом гардероб. Например, для того, чтобы не решать вопрос из разряда, какой сериал или фильм посмотреть, я просто вытерхнул из своей жизни все сериалы и все фильмы, просто потому что проще принять один раз решение, что я не смотрю фильмы вообще. Ну, то есть из разряда... Прости, я помню, ты еще все фотографии удалил, по-моему, с телефона и перестал фотографировать. Это так или нет? Ну, смотри, я специально ничего не удалял, я просто при пересменке с одного телефона на другой не перенес ничего. То есть я просто взял и поменял, просто перенес только список контактов и все. И по поводу того, чтобы... Да, из разряда тоже меня... Есть, знаешь, смешные фотографии, что если кто-нибудь получит доступ к моим фотографиям и захочет меня шантажировать, то он увидит фотографии при пайке электродов к, не знаю, к чему-нибудь еще, какие-то интересные стыки, соединения. Ну, то есть, условно, там все фотографии, они исключительно прикладные и там нет ничего. Ну, то есть, чтобы ты понимал, я был вот недавно на Burning Man, я не сделал ни одной фотографии на Burning Man. Просто потому что сам... То есть это, типа, ты просто тратишь время, то время, которое ты можешь потратить, максимально получая удовольствие от момента, ты за каким-то хером тратишь для того, чтобы запечатлеть этот момент и смазываешь себе всю эту картинку. А дальше вопрос... Я просто эти фотографии даже не пересматриваю, тогда вопрос, нахрена мне нужно это фотографировать? Я был апологетом этой теории, и всех страшно, и замучивал, особенно, когда это было 10 лет назад. Мне хотелось всем женщинам в моей жизни объяснить, почему вы не хотите испытывать эмоции прямо сейчас, зачем вам пытаться... Испытывать их потом, да. Я не хочу никого переделывать, по крайней мере, в таких моментах. И поэтому... То есть я хотел сейчас подчеркнуть, что это такие очень простые моменты, когда мы говорим, что есть вопрос, который возникает регулярно. Например, тебе порекомендовали почитать художественную книгу. И человек, который порекомендовал, дельный. И, возможно, книжка хорошая. Но и ты... А дальше ты пытаешься... То есть, условно, у тебя появляется бэклог задач. Тебе нужно еще... Знаешь, в этот бэклог бесконечно еще допихнулась книжка, да, у тебя психологический. Я должен еще почитать книжку. А бэклог бесконечный. Его выполнить невозможно. И поэтому простое принятие решения, например, я принял решение, что я не читаю художественную литературу. Все, из разряда. Просто потому что у меня очень ограниченная жизнь в плане времени и не только. И поэтому туда запихнуть художественную литературу невозможно. Все, что я могу, как с книжками, например, так и с фильмами, у меня есть люди, которые мне рассказывают суть фильма и книгу за пять минут. Я пару раз проверял. Они рассказывают интереснее, чем фильм. Ну, то есть, условно, если взять и за пять минут попросить у некоторых моих друзей рассказать суть фильма, я получу все самое классное, переживу все основные эмоции и не потрачу, ну, там, не знаю, два часа. И я как-то даже сравнил. То есть, реально, пересказ, наверное, который люди под меня адаптируют, он подсвечивает все самое интересное, а все самое неинтересное нахрен выбрасывает. И я один раз решил с дуру посмотреть фильм. Это было еще до того момента. И это был ужасный фильм. Я был максимально раздосадован двумя часами потерянного времени, а рассказ был идеальный. Поэтому я придерживаюсь такой же концепции. Так вот. «Ночной кошмар» Саши Панова. Он смотрит фильм. «Ночной кошмар» Саши Панова, он осознает, что он только что проебал несколько часов. Вот таким вот самым-самым-самым. То есть, ни удовольствия не получил, ни, ну, как бы, пользы никакой не нанес. Есть лайфхак. Я его для себя выработал, когда есть какой-то фильм, который все смотрели, или который, я думаю, а может быть, мне надо посмотреть. Я захожу на Википедию, читаю сюжет. Мне уже становится неинтересно, и я уже знаю про этот фильм, в принципе. Да, концепцию. Да, так вот. Когда ты задал вопрос по поводу планов, я всего лишь говорил про такие простые, часто бытовые вещи, которые, по которым ты один раз принимаешь решение, в течение, там, 5-7 лет можешь его не пересматривать. Вот. И план, который имеется в виду, там, календарь. Это даже не такой, не план в чистом виде, это, как бы, расписание. Вот. А ты сейчас последний вопрос, который задал, это по поводу пересмотра планов. Под планами я предполагаю, что ты подразумевал такое целое полагание, или какие-то такие в эту сторону. И в этот момент, то есть твой вопрос звучит таким образом. Саша, что делать? Если ты поставил себе цель, а через какое-то время понял, что она неактуальна. Ну, первый момент, конечно же, что если ты понял, что она действительно неактуальна, то нет смысла ее продолжать делать, потому что, ну, если она не завязана на других людей, с которыми ты закоммитился, а завязана только на себя, то самая, как на мой взгляд, хреновая стратегия, это продолжать делать то, что никому не нужно. Ну, в целом и начинать. Многие люди же начинают делать просто вот из разряда, как вы понимаете, некоторые в институт идут, которые ближайшие к дому. Вот из разряда, институт ближайший к дому, для меня, ну, из разряда, ну, наверное, самый страшный момент, то есть ты выделил какое-то количество времени для того, чтобы позаниматься тем, для чего тебе просто было ехать попроще. Насколько нужно быть, насколько тебе должно быть похеру? А как так получилось, получилось, что ты, получается, у тебя нет высшего образования, ты сейчас все добираешь в классическом понимании, но при этом у тебя очень образованный отец, как ты говоришь, и в институт ближе к дому-то, почему ты не попал? Ну, смотри, если мы говорим про, почему я не пошел в институт вообще в целом, потому что я сначала хотел быть ученым, соответственно, как папа, инженером, тоже как папа, ученым-инженером, или скорее ближе все-таки, наверное, к инженерам, а потом я понял, что, во-первых, у меня сильно меньше когнитивных возможностей для того, чтобы эти штуки поднимать сложные, а во-вторых, мне больше нравилось что-то как бы организовывать, собирать какие-то из ничего вещи с пустого лица, и хотелось достигнуть какого-то минимального, хотя бы минимально базового приемлемого экономического состояния. Минимально базового, потому что, разумеется, с точки зрения экономического подхода, конечно, в 90-е годы семья инженера, безусловно, не шиковала, мягко говоря. Так вот, и поэтому я принял решение, что в... я принял его в 10-м классе, что я не иду в институт. Все, соответственно, потому что это бессмысленно, я не видел дальше развития этого сценария. И как только я понял, что я не иду в институт, для меня история, связанная с обучением, на котором все запаривались в 10-м, 11-м классе, все, кого-то там интересовал средний балл, там какие-то еще ЕГЭ и так далее, я сразу взял и просто вычеркнул всю эту часть из своей жизни, просто перестал тратить на это время, потому что если я не иду в институт, то, соответственно, ну, очевидно, что я не буду готовиться к ЕГЭ, я не буду сдавать ЕГЭ, я не буду... ну, из-за этого все эти варианты, ну, варианты утратили актуальность, и я пошел заниматься различным детским предпринимательством. Вот что можно было предпринимать в 16 лет, вот, в принципе, с достаточно большим диапазоном юридической приемлемости, назовем это так, ну, то есть явно шире, чем законодательная. Вот этим я как бы пытался заниматься. Все, что можно делать без базовых средств, а имея только ловкость рук, в хорошем смысле, никого машины чисто не было, и горящее сердце. Как родители отнеслись к этому? А я к тому моменту, родители отнеслись к этому плохо, и поэтому у нас по этому поводу было много, мягко говоря, разногласий, и поэтому первым делом, что я сделал, это уехал из дома. Соответственно, уехал из дома я, если я правильно помню, лет 16, я снял квартиру, ту, которую я мог позволить, квартиру я снял. Она была абсолютно ужасная, там даже не было раковины, не было обоев, не было ничего, но это была первая моя квартира, и я мог туда прийти, и мне никто бы не рассказал, каким образом и дальше я должен. И, кстати, после этого с родителями тоже поменялось, вы поменяли взаимоотношения, потому что как только у тебя нет прямого влияния на это, то тогда этот человек переходит в категорию взрослых, и тебе нужно как-то с ним договариваться, не в формате требований, потому что у тебя нет инструмента влияния. И получается, что я не пошел в институт, когда все пошли, все запаривали, всех стресс был такой абсолютный. Я даже для того, чтобы как-то похайповать на вот этой теме, я даже специально попросил преподавателей всех, ну, во-первых, я не ходил в школу, и, соответственно, а дальше с большинством преподавателей я познакомился, ну, как бы, знаешь, без шуток на экзамене, на последнем, вот, который ты приходишь на последний экзамен, ты видишь, говоришь, здравствуйте, вы, наверное, преподаватель, я не знаю, по астрономии. И вот дальше вот у преподавателей же, особенно советских, у них вот есть вот такое вот чуть-чуть, хотя в целом я считаю, что они достаточно хорошие, если найти к ним подход, ты можешь получить очень много знаний, но вот если ты такой вот изрядно выбивающийся, то они пытаются всячески почувствовать свою власть, и они пытались меня, типа, склонить, чтобы я различными способами подлизываясь, убедил их поставить три, а не один. Это было наказание за нон-конформизм. Да, да, да. А я наоборот говорю, ребят, можно мне, я бы хотел, чтобы у меня в табеле были только единицы, вот прямо, чтобы был итоговый табель, чтобы все были только единицы, и это было юношество, и стоит еще 16 лет, и так далее. Все вокруг, это профильный класс, лицей, все вокруг запарены для того, чтобы этот балл был самый высокий, насколько это возможно, потому что он идет в зачет, как средний балл ЕГЭ. Вот, и поэтому у меня в табеле действительно все единицы. Ты прославился? Ну, на тот момент я считал, что я крутой, сейчас, конечно, это полная херня, а на тот момент, и я, соответственно, не пошел, и как следствие, я не учился. А потом в какой-то момент, когда ты долго-долго работаешь, и у тебя что-то получается, в итоге у тебя появляются какие-то интересные проекты, интересные люди, и ты, очевидно, если ты не совсем уж примитивно сложен, хотя такие люди тоже бывают, ты понимаешь, что есть разница в ваших запасе знаний, и она как бы во многом критическая. И поэтому где-то через 5-6-7 лет после того начала работы, получается, как раз 7 лет назад, я составил список, вернее, я не мог определиться, какой факультет мне интересен был бы, если бы я пошел учиться. Я взял два факультета. Это факультет SM1 Бауманке, специальное машиностроение, это те, которые, ребята, делают космические аппараты, и биофак МГУ. И взял оттуда предметы, все по списку, и нашел преподавателей, которые там преподают, и попросил их приезжать ко мне и заниматься со мной по сокращенной программе. И вот так вот я занимаюсь уже последние лет 7, и еще лет 7 придется заниматься. Порекомендовал ли бы ты молодежи свой подход? Нельзя просто так вот из разряда нельзя выписывать рецепт, не почитав анамнез. Не будучи доктором. Ну, то есть из разряда у всех, то есть я бы подсказал таким образом. Учиться вот так, как сейчас я учусь, многократно сложнее, чем учиться в детстве, в позднем детстве. Поэтому, если вам повезло, если вы тот самый счастливчик, который поняли, поняли, чем он хочет заниматься в жизни в 17 лет, то, конечно, дуйте в институт и постарайтесь получить там максимум знаний, максимум, насколько это возможно, и потом их не продолбать по дороге. Вот. Если вам повезло меньше, вы не понимаете, чем заниматься, но при этом вы уверены в себе с точки зрения силы воли или, по крайней мере, ожидаете, что будете уверены, то мой подход тоже может сработаться. Я с тобой соглашусь, что учить в зрелом возрасте, в котором мы с тобой сейчас находимся, математический анализ и прочее, я тоже пробовал это. Довольно тяжело по сравнению с тем, как весело и задорно это происходит в УЗИ. В УЗИ тоже тяжело, но сейчас, наверное, уже после прохождения определенных жизненных трудностей, мы понимаем, что там все было на самом деле как в теплой ванне все эти задачи и все эти челленджи, так называемые, которые предоставляют тебе ВУЗ, они на фоне реальных проблем рабочих, с которыми ты сталкиваешься сейчас, они вообще не смотрятся сложными. Да, конечно. Основной момент заключается в том, что у тебя куча энергии еще. Второй момент. У тебя ничем не забит мозг, кроме этого. То есть, если сейчас тебе нужно сделать, учить, изучать, матанализ, когда ты это делаешь, то есть, у тебя это одна из 30 задач важных, которыми ты занимаешься, и, соответственно, ты можешь аллоцировать на это какую-то там часть своего мозга. Вот, и ты еще замученный, уставший, у тебя куча других дел, психологических расстройств, стресса, из-за того, что чаще всего что-то не получается, чем получается. Вот, а тогда это вух, это еще веселье. Да, и я проведу аналогию со спортом. Вот, я сейчас старательно занимаюсь физической культурой, конкретно боксом, и заниматься боксом после 30, и в 20 с чем-то лет, это две большие разницы в скорости обучения, это колоссальная разница, то есть, мне сейчас приходится там заниматься 4-5 раз в неделю, чтобы нормально прогрессировать, хотя люди до 20 лет, которые начинают заниматься такими видами спорта, у них прогресс совершенно на другом уровне, на другой скорости идет. Я по себе помню, что когда ты в УЗИ, тебе 17 лет, 18, 19, 20, да, тебе ничего не хочется, но тебе все можется, ты можешь обрабатывать невероятные, ну, вот, есть у нас объективное ограничение скорости обучения, которые как бы с возрастом не увеличиваются, и те преимущества, которые можно получить, заложив себе в 20 лет отличную базу, их сложно чем-либо заменить. Я помню, у меня нет примеров из института, потому что я туда вообще не пошел, ну, то есть, у меня нет, у меня есть небольшое такое вот чувство, блин, там, наверное, было весело, типа, тусовки, все вот это, общага, и вот эту часть, эту часть я, соответственно, пропустил, и как бы у велосипеда уже не будет, но я просто в продолжении твоей темы помню, что я научился ездить, кататься на сноуборде один на склоне в темноте без подъемника за один вечер, и для, ну, этого достаточно было в 16 лет, в принципе, мне было достаточно для этого, там, условно, нескольких часов, и я понял суть. Сейчас же для того, чтобы научиться что-то делать, тебе нужен план, и дальше нужно придерживаться этого плана, достаточно, это не как вот там освоить любой спорт, делая там пару часов, а сейчас это уже прям проект. Да, да, молодой мозг все впитывает как губка, поэтому очень важно, так сказать, в процессе получения высшего образования, чтобы студенты получали хорошую, правильную информацию, и образование прям радикальным образом влияет. Мне кажется, что успехи, ну, которые есть российской IT-индустрии и многих других, это просто все плотнейшее советское наследие, которое позволяет нам получать колоссальное образование и какие-то совершенно маленькие деньги. Да, я бы хочу другое сказать, это вот, опять же, значительная часть того, что есть в моей голове, это заложенное отцом, и он, в частности, говорил, у него такая большая советская инженерная школа, он говорит, для того, чтобы тебе произвести свою собственную, там, не знаю, автомобиль, тебе нужно сначала построить институт, сначала нужно построить институт, взять туда специалистов, должны выучиться первое количество этих людей, дальше тебе нужно заложить процент из них толковых, а он всегда не очень высокий, это 20% максимум, это оптимистичный план, соответственно, и под это, за это время остальные смежные индустрии, соответственно, у тебя там нужна стрелитейная промышленность, всякие разные другие, химическая, оптика там и так далее, и вот это все должно сойтись для того, чтобы у тебя появился автомобиль, конечно же, и вот я из Минска, и основной институт, почему из Беларуси очень много программистов, потому что там есть основной институт РТИ, который раньше назывался РТИ в советское время, сейчас называется как-то по-другому, но не суть, до сих пор, мне кажется, все называют РТИ радиотехнический институт, вот, и все мои друзья, почти все, закончили его, и это, конечно же, ты понимаешь, здесь еще есть два момента, первое, если у тебя прикольный институт с прикольными знаниями, это первая вещь, а второе, если у тебя есть жесткий отсев, то у тебя получается кумулятивный эффект, то есть у тебя словно тусовка крутых людей, вместе, если их собрать, то они вместе, то есть, да, это тоже парадокс, если собирать не очень прикольных людей, таких слабеньких, то обычно они деградируют до нижнего, а если собирать крутых, то они максимально пытаются подтянуться к верхнему, и у тебя получается такое прям комьюнити из прикольных людей, которые пытаются делать крутые вещи. Да, да, мне пишут часто вот про, ну, не часто, но позавчера написал человек, например, какой-то в комментариях в канале, там, в бота, что, мол, а вот почему у нас микропроцессоров нет, то есть задают совершенно дурацкие вопросы, или почему мы не можем собирать хорошие автомобили. У среднего человека напрочь отсутствует понимание, из чего состоит производственный цикл, что такое наукоемкое производство, что такое вообще создать что-то конкурентоспособное на том рынке, который сейчас существует, не говоря уже про то, как вообще создаются, например, процессоры, и какое количество различных межгосударственных торговых отношений нужно, чтобы собрать что-нибудь. Торговых отношений, ладно еще, из разряда, нужно колоссальное количество накопленных знаний, огромный бюджетный неокр, большая часть из которого сгорит, и критическое количество людей, которым больше всех надо. Вот ты наверняка знаком как минимум с ситуацией, с тем, что связано с нейроинтерфейсами в России, в мире, с железками, понятно, что, наверное, комплектующие вы покупаете в Китае или что-то там делают. Какова вообще вероятность того, что у нас будет больше своего производства, каких-то таких высокотехнологичных штук, надо ли это вообще, как ты считаешь, или схема, когда все у нас делается здесь, она неоптимальная, и все это будет из деревянной и чугунной наушники, и вот это все для обывателя. Очень много вопросов ты в одной куче смешал. Первый момент. Если оптимальная схема это чугунные наушники, значит, наушники должны быть чугунные. Просто офф-топ мы делаем нейроинтерфейсы, которые встроены в наушники, примерно в такие же, но только другого цвета, и они там считывают волновую активность мозга, и ты можешь отдавать, компьютер может понимать твое состояние, ты можешь отдавать команды компьютеру посредством силы мысли, да, в кавычках. Это просто такая ремарка. Так вот, есть такое понятие, как там product market fit, и если он выполняется исходя из чугунных наушников, значит, нет необходимости делать там, ну, то есть, условно, тебе нужно делать это чуть-чуть лучше, чем достаточно, иначе ты проиграешь в конкурентной борьбе. Это первый момент. Второй момент. Если мы, твой вопрос можно и нужно рассматривать на разных масштабах. Если мы говорим в масштабах одной технологической компании, маленькой, гордой, или побольше, и менее юной, то у них обычно задачей исключительно там с горизонтом своей компании, им нужно выжить и там расти, да, соответственно, накапливать какие-то знания, неокр, технологии, и они должны идти максимально комфортным путем, ну, то есть, максимально эффективным, да, на разной дистанции, но на их скейле, на их масштабе. Если же мы говорим в масштабах страны, то есть такое понятие, как технологический суверенитет, я недавно его услышал, вот, на одной интересной лекции у Пескова, это советник президента по технологии, и технологический суверенитет, как он-то сказал, это когда вам Apple Pay не могут отключить из другой страны, да, это такой шуточный пример, понятно, что без Apple Pay все переживут, это не является, но, условно, если у тебя забрали чипы, то это уже проблема, если у тебя на этих чипах стоит очень много, и поэтому как раз в этом есть роль государства, роль государства создавать среду, в которой будут учтены интересы вот этих маленьких или не маленьких технологических компаний, и интересы по безопасности государства, и поэтому, конечно же, нужно этим заниматься, конечно же, это очень сложно, конечно же, это займет единицы десятков лет для того, чтобы с этим разобраться, потому что, на мой взгляд, с точки зрения технологий, вот, я в какой-то момент у меня была ситуация, когда, ты знаешь, вот ты смотришь, как у тебя тяжело все получается в компании, и ты думаешь, блядь, так долго, ну вот, вот, что мы так вот тупим, а потом ты понимаешь, что вот историю с нейротехнологиями, которые мы разрабатываем, на мой взгляд, это вторая по сложности вещь в мире, да, первая, на мой взгляд, первый шаг, это космическая техника и нано, все, потому что космическая, а я немножко занимался космической темой, даже запустил один космический аппарат, там основная история, что у тебя one-way ticket, ты его отправил, и дальше у тебя, то есть только гипотеза, что с ними произошло, почему он не заработал, что ты неправильно посчитал, обратно ты же его не вернешь, много других моментов, связанных с тем, что у тебя нет возможности доступа к тому, чтобы, не знаю, это история, в которой на таком, на молекулярном уровне ты собираешь какие-то вещи, очень сложно, вот, а следующая наша, это биотеха, да, у тебя есть люди, у них разные формы голова, они там по-разному, мозги работают, а тебе надо как-то с этим работать, вот, и если мы говорим про микрочипы, раз ты вспомнил, то, конечно же, этим, на мой взгляд, государством нужно этим заниматься, а с точки зрения, например, микрочипов, я не настоящий инженер и не настоящий, и так далее, это мое такие, такое менеджерское мнение, это вопрос не Минпромторга вообще ни разу еще, это вопрос еще Академии наук и профильных институтов отраслевых, соответственно, этим, то есть тебе нужно сейчас выделять большое количество исследований, грантов и так далее, а это по линейке такого свободной науки, а по линейке науки приказной в отраслевых институтах у тебя должны быть конкретные задачи, нужно разработать вот такую штуку, все, срок 5 лет, погнали, ну, это как условно, как вот эти вот, гиперзвуковые ракеты, есть конкретный бриф, но тебе нужно его выполнить, да, там оружие на новых физических принципах, если мы говорим про помощь, про помощь таким компаниям, как мы, то здесь, это вот как раз этим занимается Минпромторг, там и другие, здесь главный момент, который нужно сделать, нужно поменять майнсет, потому что все остальное уже сделано, как надо поменять майнсет, нужно, у нас проблема, не только у нас вообще в целом, государственная проблема, она существует в концепции, что нужно наказать тех, у кого не получилось, и как следствие, если ты наказываешь тех, у кого не получилось, то тогда для всех страх того, чтобы не получится, превышает допустимые риски для того, чтобы попытаться, и нужно поменять, то есть у нас, как бы не только у нас, на самом деле, это не моя мысль, это я услышал конкретно эту формулировку, была встреча, можно просто найти в интернете, Маска позвал глава ВВС Америки на их конференцию научно-техническую, обычно так делают, когда нужно, берут такого клоуна, мы так тоже так делаем, тебе нужно разбавить техническую, отраслевую конференцию, военную, неважно, каким-то человеком из другой индустрии, чтобы все в этот момент чуть-чуть расслабились, и посмотрели как бы под другим углом, и вот позвали Маска, и у него вот этот вот классический военный чувак, вот этот в кителе, вот такой, они на самом деле ничем от наших не отличаются, у нашего обычно пуза побольше, вот, и задают вопрос, как вот нам сделать, чтобы было технологии лучше развивались, и Маск говорит, так у нас концепция сейчас, у вас концепция, когда вы за успех, ну, условно, за успех, как бы если у человека получилось, то это как бы ок, ничего особенного, а если не получилось, то это нужно наказать, разобраться, как бы нужно посмотреть, они украли ли там деньги, и вообще проявили ли должную осмотрительность, и вообще, правильные ли были взвешенные решения руководителя на проведении того или иного исследования, У нас как будто с Минобороны работает. Конечно же, да, конечно же, он работает с Минобороны, я думаю, что и со всеми там смежными структурами, более чем со всеми остальными, так вот, и в целом, это нормально в любой стране, так вот, и те, кто считает, что это не так, это просто люди, живущие в мире этих единорогов, которые какают радугой, так вот, и у нас точно так же, тебе нужно, нужно донести от Министерства там, там, промышленности и там, каких-то других, у нас все-таки там несколько функций, до людей в погонах, потому что, как бы, это майнсет, в первую очередь, идущий оттуда, что в определенных отраслях ошибка — это нормально, и если не делать большое количество ошибок, то ты никуда не продвинешься, и если люди будут бояться того, что им за ошибку их посадят, то у тебя эта среда несозидательная, ну, то есть она как бы может работать в каких-то там крайних мерах, наверное, если мы вспомним шарашки, но это все-таки какой-то вообще экстремальный вариант, и для этого должна ситуация вообще полностью по-другому выглядеть. В текущих реалиях она так работать нормально не может, и поэтому они уже выделяют деньги, они там какие-то делают там льготы, навстречу идут, помогают и так далее. Главное, что нужно поменять, нужно поменять майнсет. Нельзя наказывать в НЕОКРе за неуспех. То есть если ты уже провел предварительный анализ того, что люди собираются делать, и умные люди подтвердили, что это make sense, имеет смысл, то дальше нужно, ну, как бы, если в этот момент не было хищения, да, очевидного, да, то, что если за деньги выделены тебе там, гранта, субсидии, или что-то, не купленная квартира детям, то во всех остальных случаях, ну, люди в погонах не в состоянии понять эти детали, да, вообще там мало кто может разобраться, но имело ли смысл то исследовали или не имело, там, и так далее. И смена этого майнсета, и декларация смены этого майнсета может сделать колоссальный буст для того, для того, чтобы это развивалось. Вот скажи, почему так мало сейчас предпринимателей российских, особенно после февраля, хотят, ну, я имею в виду технологических, хотят работать с государством, то есть мало таких людей, как ты, которые готовы вот это терпеть, все эти военные порядки по поводу того, что шаг вправо, шаг влево, давай искать, где ты ошибся сразу же. Почему так мало людей? Может ли эта ситуация улучшиться, ухудшиться, или может быть это связано с тем, что много предпринимателей начинают куда-то убегать, являются прозападными вот в этой культуре, потому что таких людей, как ты, мало, которые продолжают что-то делать из России, связаны с высокими технологиями и не стараются срочно поехать в Грузию и бегать там на протестных каких-то движениях. Смотри, давай тоже разделим вопрос на несколько частей. Во-первых, я не сказал, что сейчас, то есть реального, реальные проблемы с вот контролем и риском посадить какого-то технологического предпринимателя, на мой взгляд, она существенно меньше, реальная проблема и реальный риск, чем его страх, то, что это витает в воздухе, особенно учитывая, что журналисты любят эти статьи, особенно либерально настроенные журналисты, они любят выворачивать и подсвечивать, ну, в целом журналистика направлена для того, чтобы увеличить количество просмотров, поэтому кликбейт, поэтому вот любая история, которая, то есть там задача журналиста, как рассказывал Волков, сделать так, чтобы у тебя постоянно был невроз, чтобы ты постоянно обновлял страницу, посмотрел, что еще произошло, что еще плохо, где будет еще, и все, постоянно волновался, чем больше ты будешь заходить, тем больше ты будешь вывести рекламу, соответственно, бизнес-задачи выполняются, и поэтому, и учитывая, что государство не выступает с опровержением своих вот концепций, вот создается вот такое вот, такое ощущение, оно от правды принципиально далеко, но, и это нужно в первую очередь, я говорил, декларировать, декларировать, что вот у нас такой подход, это первое. Второй момент по поводу предпринимателей, на мой взгляд, все предприниматели, предприниматели, такое широкое слово, делятся на несколько частей, если мы говорим про технологических предпринимателей, во-первых, это очень узко, то есть, когда ты говоришь, что много людей из реальных предпринимателей уехало, или уезжает, или планирует уехать за границу, то они, на мой взгляд, делятся на две части. Первое, те, для которых это юридическая необходимость, которые уже вляпались, и у их компаний торгуются на NASDAQ, и, соответственно, они не могут уехать, не уехать, потому что это требования, под риском делистинга. Это те компании, у которых, которым нужно выходить на заграничные рынки, им нужно выполнять требования, опять же, инвесторов, у которых тоже есть какие-то отделы по рискам, требованиям и так далее. Вот это типа категория одна, да, и здесь примет, привет, Лимасольск, соответственно, город, где, мне кажется, вообще не переходит с русского языка на какой-либо другой, как область, область России, которая находится в Евросоюзе. Вот, пожалуйста, там большое количество людей, буду там как раз через неделю, с многими повидаемся. А есть люди, которые, которые, которые на самом деле еще не предприниматели. Это типа такие, это ясельная группа предпринимательства, и они еще обычно юные, у них зачастую не сложившиеся внятно ценности, и по большому счету и бизнеса тоже никакого нет. И вот то, что вот эти ребята, как чайки мигрируют, я не знаю, в Армению, Грузию и так далее, вызывают у меня, ну, из разряда, ну, просто смешно, ну, просто из разряда, то есть переехать в Армению или Грузию, ну, это типа самое странное решение, которое только можно представить. Ну, в смысле, из разряда, конечно, по фану, там тоже неплохо, классно и классно, и там вкусно, и весело, и тепло. Но с точки зрения давай возьмем простой пример, с точки зрения, если ты разрабатываешь хардварный проект, хардварный, да, все, ну, ты его похоронил, ты не можешь разрабатывать хардварный проект в Армении, и вот и в России это сложно разрабатывать, да, платы из Новосибирска всегда нужно ждать, и так, ну, по крайней мере, у нас есть, где напечатать платы в Новосибирске, они есть, где можно запечатать платы в Грузии, может, из разряда зайти из Грузии, соответственно, там можете их, или везти их, короче, это прямо, это прямо выставил себе не в одну ногу, а в две сразу, если хардварный, а если не хардварный, то это просто ты усложняешь себе тупо жизнь, при этом они это чаще всего делают, исходя из их внутренней невзрослости, это, то есть, такой момент, сейчас последний момент скажу на эту тему, что мы оказались в ситуации, когда огромное количество людей сформировались в момент временного затишья на нашей территории, не обращая внимания, что при этом на территориях вокруг вообще затишья и не было, там везде был, как бы, вот то, что происходит сейчас, происходило последние несколько тысяч лет в мире и будет еще несколько тысяч лет, поскольку можно прикинуть в планировании происходить, закончится все звездными войнами, потому что ресурсов всегда будет мало, а все будут хотеть, чтобы они доставались своим в первую очередь, а другие, очень жаль, но хотелось бы, чтобы все-таки наши в первую очередь стояли в этой очереди, и они воспринимают всю эту ситуацию как что-то, как будто они историю не учили в школе, ну то есть так работает, на этой вечеринке нет д'Артаньянов, это так работало, работает и будет работать, и если ты с оглядкой на обычные, простые, понятные, в том числе страшные вещи корректируешь свою жизненную стратегию, то ты зачастую можешь ее ухудшить, вот так вот я бы ответил на этот счет. Витя и Вата, и мне кажется, что предприниматели, ну большинство, особенно мы говорим про молодежь, про каких-то айтишников, криптовалютчиков, которые там в ужасе бегут из России, потому что СВО и бла-бла-бла, и ужас, и страх, и мобилизация и прочее, они недостаточно политически подготовлены, то есть вот когда у тебя нет особого понимания, как функционирует государство, как функционирует экономика, что важно, что не важно, кто что делает и кто как себя ведет, и что все себя ведут в принципе сравнимо отвратительно, тебе просто остается выбрать с кем ты, где твои друзья и близкие, вот если этого понимания нет, а есть понимание того, что где-то там хорошие люди живут красивой, хорошей жизнью, делают правильные вещи, а здесь ужас, ужас и мрак, вот, если тебя очень легко в этом убедить, тогда да, ты начинаешь делать всякие разные дурацкие ошибки, я по этому поводу хотел тебе задать такой вопрос, может ли что-то государство делать с этим, с правильным воспитанием людей, молодых предпринимателей, с тем, чтобы они относились к вещам более здраво, потому что молодежь, предприниматели, студенты и начинающие бизнесмены это основа для будущего страны. Мне есть ответ для тебя. Для того, чтобы ремарка перед этим ответом, если мы говорим именно про предпринимателей, то большинство предпринимателей не должны и не являются умными людьми. Это важный ремарк. Для того, чтобы заниматься предпринимательством, нужен минимальный какой-то когнитивный запас, он может быть очень большим диапазоном. И дальше, как я говорю, упёртость и упортость. То есть должна быть большая стрессоустойчивость и много энергии. Всё. Поэтому это вот первый важный ремарк. Поэтому я предпринимателей отношу к в целом к широким массам людей. То есть для меня есть люди умные, они учёные, инженеры и так далее, а есть все остальные. И предприниматели от меня относятся к категории все остальные. Так вот, ты задаешь вопрос, а можно ли что-то делать для того, чтобы ребята лучше понимали, как всё устроено. И мне кажется, что эта задача решается другим способом. Мне кажется, что если дать мне... Знаешь, вы помнишь это выражение «дайте мне точку опору, я поверну землю». Дайте мне маркетинговый бюджет, и я смогу убедить кого угодно в чём угодно. Что одни хорошие, другие плохие. Мне нужен просто маркетинговый бюджет. Фактуру практически не нужно будет менять. Условно говоря, на танках можно сердечки нарисовать. Всё остальное будет то же самое. Это касается не только России, любого части мира. Сейчас ситуация, в которой находятся предприниматели, которых мы с тобой обсуждаем, да и все остальные люди, молодёжь, они находятся в моменте, когда западный маркетинг победил. У них было больше денег, у них были хорошие маркетологи, пиарщики и вся вот эта история. И у них была хорошая продающаяся концепция, соответственно, что есть хорошие и плохие, и, соответственно, хорошие убивают плохих или могут убивать плохих когда угодно, потому что это не делают ради добра, света и так далее. А есть плохие, соответственно, всё, что они не делают, это всегда плохо. И мне кажется, что когда ты задаешь вопрос, ты подразумеваешь, что, типа, а давай мы будем относиться ко всем людям как умным людям и попробуем им объяснить, как это всё работает. Мне кажется, что это сложно, долго и во многих случаях маловероятно, потому что люди не в состоянии такие сложные взаимосвязи удерживать в голове эти причины, то есть для этого нужно прям потратить силы, нужно открыть учебник истории и прочитать его, хотя бы в сокращении. Это всё равно займёт какое-то, а это для большинства людей неподъёмная задача прочитать несколько томов истории. И поэтому кажется, что нужно работать по уже отработанной механике. Тебе нужно генерить красивые кейсы, рисовать сердечки. Это универсальная концепция. Я сейчас не говорю не про Россию, я сейчас говорю вообще в целом, что всё начинает выглядеть как соревнования маркетологов, как в этот хвост виляет собака и так далее. То есть твоя задача сделать так, чтобы все думали, что так и делается. Просто мы во всей этой истории так не делаем. А если бы соответственно делали, то возможно и выглядело бы всё это по-другому. И кажется, а что точно, что наше государство не умеет нормально коммуницировать в этом плане. То есть у неё нет вот этих инструментов коммуникации и вообще всё то, что оно говорит, чаще всего это топорно, прямолинейно и поэтому оно не принимается ребятам, которым нужна красивая картинка. Нужно отметить, что во всей этой ситуации, которая происходит, которую мы обсуждаем, эта ситуация как бы плохая, ну это как знаешь как бы, но если попытаться её анализировать, не находясь внутри, а чуть-чуть выйти снаружи, ты понимаешь, что эта ситуация, она очевидная, она была предсказуемая и таких ситуаций будет ещё очень много в ближайшее время. Соответственно, поэтому не нужно как бы бегать по кругу и кричать, а с этим как-то нужно работать. И я бы рекомендовал работать маркетинговыми инструментами. С тобой соглашусь, да, у меня одна мысль по этому поводу, которая мне показалась интересной. Мы, ну, наш круг общения, даже в том числе там пророссийски настроенных предпринимателей, инвесторов, каких-то бизнесменов, нам иногда кажется, что государство очень плохо с нами работает, потому что мы представляем тайный фракшн как бы от общей массы. для большинства граждан страны, возможно, государство имеет какую-то оптимальную стратегию по тому, как с ними работать и как их удержать, потому что мы видим, что в информационной войне уже мы как-то более-менее начинаем смотреться. Вот. Я хотел на секунду перебить. Для 79% населения все зашибись. Да, да. То есть в целом задача выполняется. Мы говорим сейчас о таких в слоях, которые гораздо маленькие. В целом как бы ракета летит условно, да, как-то самолет не разваливается. Нам жаль, что просто многие люди такие, как мы с тобой, отваливаются от этой ракеты, которых мы бы хотели удержать, собственно, на плаву, например. В том числе, кстати, артисты, например, очень многие, которые уехали, которые делают неплохую музыку. Тут интересный такой эффект. Ты, как человек, который занимался когда-то концертами, может быть, что-то мне прокомментируешь. Насколько сильно у них упали продажи? То есть ты тут собирал какие-то, наверное, миллионы, а там ты выступаешь в баре, как группа Little Big, например, за 500 долларов утка, не утка, но я вполне допускаю, как многие, у которых концертные туры здесь они потеряли десятки миллионов рублей, а там они не могут собрать зал, но тем не менее они туда едут и они что-то там в интернете говорят, всякие гадости и не собираются возвращаться. Как ты думаешь? У меня есть два ответа. Во-первых, меня не интересует ни один артист в мире абсолютно. Я считаю, что вообще любое обсуждение того, что сказал артист, это самая бессмысленная херня вообще, которая мне... Ну, то есть я считаю, что артисты, любые певцы и так далее, хороши только в одном, в пении своих песен. А их мнение по любому вопросу для меня, оно находится ниже, чем в ватерлине любого человека, потому что очевидно, что, ну, для того, чтобы хорошо пить, не нужно обладать интеллектуальными способностями. Сорян, как бы там могут быть очень большой диапазон... Как же Витяка? Я не... Поэтому я вообще не слежу за всей этой историей. Но с точки зрения здравого смысла, очевидно, что их доходы должны упасть. Но вопрос. А теперь будет вторая часть ответа. Русские люди очень подвержены идее. И это отчасти, в том числе, суперсила. Суперсила. Я думаю, что... То есть я вообще нужно относиться к нациям как к персонажам в игре, на мой взгляд. И у них есть разные скиллы, разные возможности. И у русских есть много прикольных и много совершенно неприкольных, соответственно, качеств. И вот это качество идейность. То есть русские люди, как мне кажется, с гораздо большим легкостью отдают свое все, включая жизнь, за идею. Гораздо больше, чем представители других стран. И поэтому, если в голове людей поселилась идея, сейчас мы не говорим правильно и неправильно, они могут пойти очень глубоко в ее реализации. И так и здесь. Если мы говорим сейчас про русских артистов, носителей вот этой вот русской концепции поведения, воспитанной кучей факторов, кучей факторов, то они, то есть условно, да, они начали зарабатывать меньше, но большинство из них, они воспринимают это как правильное, то есть условно, нельзя так вот бинарно по доходам оценить. Я уверен, что те, в которых живет идея, которая заставила их переехать, они чувствуют себя при этом не хуже, а может быть и даже лучше с падением доходов. Поэтому здесь как раз мы возвращаемся к предыдущему адресу, нужна идея, чтобы была, то есть тот, кто заложит правильную идею в головы людей в общих называющимися русскими, он сможет потом очень долго пожинать плоды вот этого, вот этой вот идейности. Какой бы, следующий логичный вопрос, какую бы идею ты бы вложил в голову россиян, если бы была такая возможность или если такая возможность возникнет? Это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. Я думаю, что это основная проблема, основная проблема нашей страны, у нас не визуализирована и логически не определена идея, для чего мы здесь все собрались. Потому что, например, идея Америки очень понятна, на нее везде декларируют, это идея американской мечты. Приезжай к нам, долго и много работай, очень долго и очень много, и у тебя будет двухэтажный дом, лабрадор и три машины в семье. Все, вот это их коммуникация, такая классическая, понятная и условно будет, и менты будут приезжать в количестве сто машин в течение двух минут и скорая помощь тоже быстро приедет, но счет будет достаточно большой. Значит, ты думаешь, это все еще реально? Что, это работает? Да. Да, мне кажется, что работает, есть определенное количество людей, для которых это важно. Для немцев, например, концепция полного порядка. Немцев или Северная Европа. У нас везде полный порядок. Порядок это наш самый большой кайф. Для англичан здравый смысл. Все у нас в стране должно быть подчинено здравым смыслам. А в России, как мне кажется, главная идея или единственная идея, которая собирает такую многонациональную страну, разную, это желание совершения подвига. Вот если посмотреть ретроспективно на все, что происходило на территории нашей большой страны, причем говорим о любых границах, потому что то главное кайф у жителей этой страны совершить невозможное в невозможный срок на невозможном высоком уровне. То есть условно построить космодром за год и запустить ракеты человека в космос или за сколько там было, но мало было, очевидно, недостаточно. Построить бам, осушить то, что было заболочено, заболочить то, что было осушено, рейки повернуть в другую сторону. То есть условно, причем зачастую что делать не так важно. Главное, чтобы было очень-очень сложное, скорее всего, близкое к невыполнимости или невыполнимая на первый взгляд задача, и дальше огромный кайф от ее выполнения, который сплочает людей колоссальным образом. то есть нет ничего счастливее, это в том числе тоже нерожденная мною мысль, я послушал ее на одной встрече с одним из людей из Фарбса, он говорит, что когда я понял, что всей моей команде нужно ставить нереальные задачи, они сначала думают, что я безумный, а потом они испытывают огромное удовольствие от ее выполнения. Вот. Превозмогать русский человек хочет. Он хочет ощущать, что он сделал то, как мне кажется, что все остальные не могли бы сделать, а он сделал. Пускай из разряда есть компромиссы по качеству, есть компромиссы по всему, условно, ракета в космос улетела, улетела, все, этого достаточно. Ну, вот как осколок этой концепции мы сейчас наблюдаем, что, ну, мне грустно видеть, что многие современные артисты какой-нибудь там Оксимирон вооружились невозможной идеей свергнуть Путина и пытаются это делать в рамках своей концепции русской судьбы. Евреи с русской судьбой, это очень актуально для России. Поэтому что-то, как-то бы использовать это на пользу. Вот если бы я был, например, директором ЦРУ, я бы делал совершенно логичным образом, я бы создал свое какое-то концертное агентство, какой-то промоушен, и всех артистов, которые выехали из России или планируют выехать, я бы через знакомых их узнавал, что с ними происходит, я бы подписывал их на разные там свои новые лейблы, я бы организовал им концерты, платил бы им, даже если на концерте не собралось людей, только ходите. Тем более, если ты печатаешь, деньги, это же не так сложно. Получайте бабки, рассказывайте всем, какая Россия плохая, и вот это вот все, я не знаю, делается ли так на самом деле, но я делал бы так, это супер логично. Слушай, мне кажется, что ты все-таки мыслишь чуть более прикладным уровнем, гораздо проще один раз вложиться в идею, и дальше люди будут это делать бесплатно, и не надо ничего платить, они будут готовы упарываться для того, чтобы эту идею отстаивать, и тебе даже не нужно, ты будешь просто смотреть, о, вот еще один представитель идеи посеянный реализовал, это же работает в любую сторону, если мы посмотрим на ебанутых патриотов, вот таких в плохом смысле, которые прям вот, знаешь, когда ты смотришь, и тебе прям неловко за людей, работает же то же самое, им тоже не платят, ну то есть условно, если человек назвал своего ребенка байрактаром, условно, сейчас просто единственный пример, можно придумать тысячу примеров того, как по-дебильному назвали, и мы же не платили за это, да, турки не заплатили за это, просто идея победила здравый смысл, и это работает в любую сторону, то есть тебе нужно хорошо вложиться в качественный маркетинг, и ты можешь убедить кого угодно, в чем угодно, на больших числах, да, у тебя будут какие-то, какие-то всегда вот эти вот доли процентов, скептиков и так далее, и в случае с певцами, просто мне кажется, что это, или с артистами, это одна из самых простых вещей, это, ну, из разряда, знаешь, вот есть с точки зрения, то есть условно там у тебя вылью, из разряда, если ты хорошо все сделал, они будут первые в рядах, есть такое, я с тобой, я с тобой согласен, артисты, как и многие лидеры мнений, ну, назовем это просто люди с популярными аккаунтами в социальных сетях, они этой истории крайне подвержены, потому что у них есть такой эффект, поскольку у них есть аудитория, они чувствуют свою ответственность за все то хорошее, что должно произойти с Россией и с миром, если они видят, что где-то какая-то несправедливость, они в этом ни хера не понимают, у них просто есть эмоции, чувство, какое-то желание сделать лучшее, и они начинают высказываться обо всем подряд, в Америке, например, есть тоже такая популярная история у артистов, когда они начинают участвовать во всех политических движухах, там у звезд, как, например, Лара Крофт, наша знаменитая, как ее там, жена Брэда Питта, Анжелина Джоли, вот, она же участвует во всех ЦРУшных движухах, которые только можно, где там, и в Львов поехать до этого, она там была постоянно в Африке, там чуть ли не Афганистан, вот любая повесточная штука, которую надо продвинуть, есть пул артистов, которые плотно сотрудничают, есть пул артистов, которые принципиально не ввязываются ни в какую политику, есть пул артистов, которые не ввязываются в локальную политику, то есть они всегда за все хорошее против всего плохого, вот мы там против России, Украина молодцы, это они скажут, но в рамках своей политической повестки они не будут занимать никакую сторону, потому что это минус деньгам, все какую-то свою стратегию выбирают. И это все в США довольно кристаллизованно. Там же все привыкли к тому, что что такое лидеры мнений, как с ними работать, как их правильно контролировать, как их правильно банить в Твиттере, чтобы они не писали там всякую чушь. А у нас это только пока начинается и люди с огромным влиянием на аудиторию оказываются совершенно неподготовленными к текущей ситуации и пишут всякую чепуху. И мне даже их немножко жалко. Я на это все смотрю примерно, как ты описал с точки зрения больших чисел. То есть я не смотрю отдельных людей или там вот бы нам какую-то идею внедрить. Я думаю, что у нас есть идея с показателем эффективности от нуля на десяти. Мы их сделаем десять идей. Часть из них будут выше пятерки. Мы эти идеи как на карте с глобальной стратегией применим здесь, здесь, здесь такими-то методами. Здесь такой-то процент у нас будет людей, которые в эти идеи поверят. Мы этот процент должны оценить. И вот таким образом, сидя над глобальной картой, мы должны работать над этими историями для того, чтобы это все, ну, давало какой-то реальный эффект. Я в целом с тобой согласен. Главное, что нужно помнить, что большинство людей, обладающих вот этим социальным капиталом, или как назвать, подписчиками, ну, большинство этих людей — это артисты, спортсмены, актеры и блогеры. В плохом смысле этого слова. И как следствие, ну, и их подписчики, ну, собственно, просто простые люди. И получается, что, условно, там, домохозяйку из Рязани реально волнует, что подумает Бузова по какому-то, ну, типа, из разряда по какому-то вопросу. И так далее. И поэтому у тебя есть два варианта. Первый — либо, как я тебе говорил, ты глобально сеешь одну большую идею, и эти люди, они в первую очередь пойдут первыми последователями любой хорошо продающейся идеи. Либо ты можешь делать это в лоб. Если денег на большую идею нет, то можно договариваться о каких-то вещах конкретно, условно, с индивидуальной Бузовой. Она будет, я думаю, что, опять же, если эта идея не противоречит ее как бы со всем жизненным принципам, то она будет ее поддерживать, и таким образом ты можешь влиять на аудиторию. Но посыл основной, который я хотел сказать, к сожалению, мир сложен таким образом, что большинство умных людей не тратят свою жизнь на накопление социального капитала из простых людей. Просто потому, что жизнь короткая, а для того, чтобы разъяснять что-то, вот как ты комментарий заключил в своем канале. — Да. — Ну, потому что из разряда… Я сейчас ограничил только для тех, кого я… мнение которых я бы хотел, ну, слушать и отвечать. Просто потому, что ты тогда скатываешься для обсуждения какой-то фигни, и большинство людей на это забивают. — Ну да, тебе приходится тратить время на какие-то бессмысленные споры с людьми, которые хотят поспорить. Я это ограничил до сообщений в специальный аккаунт, и там я вижу, что человек именно хочет таких тоже много поспорить и поговорить конкретно со мной. В комментариях же большинство людей, они хотят поспорить с тобой на публике. Они как бы хотят… Я тоже в этом кандидат мастера спорта в публичных дискуссиях и набрасывание говна на лопату, но это отнимает слишком много времени и очень сильно утомляет. Тем не менее, я бы рекомендовал всем собирать подписчиков, заводить каналы, вести социальные сети, потому что, как мы сейчас поняли, если оставить все на откуп лидерам мнений с миллионными аккаунтами в Инстаграме, они нам такой чепухи наговорят. И, соответственно, возможно, 10 маленьких каналов по 10 тысяч человек из разных людей, но правильно настроенных, рационально мыслящих, это будет немножко перебивать вот эту волну из разных инстаграмных жаб. Как ты думаешь? Думаю, что вот в том подходе, который ты говоришь, скорее нет. Просто потому, что те люди, которые подписаны на Бузову, они не подпишутся на мой канал. Но можно попытаться идти другим путем. в обществе есть люди, которые являются типа точками кристаллизации, да, в которых распространяется там локальное влияние. Это такие микролидеры мнений, руководители компаний, коллективов и так далее. Если хотя бы на них влиять, то они могли бы всю эту историю с общей нездоровостью, вернее, не нездоровостью, а не критичностью мышления, они могли бы как-то сдерживать. И вот, наверное, только таким образом можно каналы в Телеграме использовать на больших массах. Потому что если, ну, окей, ты очень смешно пишешь, и поэтому на тебя могут подписываться люди просто потому, что им нравится смеяться. Но большинство людей как бы пишут по делу, и поэтому люди, которых интересует жизнь Бузовой в России или жизнь Кардашьян в Америке, они не готовы думать и вчитываться, и поэтому на это я бы не рассчитывал. Ну, да, я делаю хитро, я стараюсь давать какие-то полезные вэлью, советы, рекомендации по финансам, по экономике бесплатно, чтобы люди зарабатывали деньги и попутно не могли себе позволить отписаться от моего канала и были вынуждены читать российскую пропаганду и все остальное. В этом есть некоторая схема. Да, конечно, качество аудитории, оно бывает довольно сомнительным, но как это, как с революционными ячейками большевиков, ты просто собери вокруг себя 10 человек, правильные вещи им говори, обменивайся мнениями, они повлияют еще каждый на двоих-троих членов своей семьи и так мы получим, как этот гоблин все время цитирует христиан, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Тем не менее, конечно, централизованные вещи тоже неплохо делать. Вот ты, может быть, мне объяснишь, в России хотят вести какой-то контроль всей рекламы, раздавать им какие-то метки за упоминание бренда. Уже ввели. Вот мне, как человеку не в теме, который бренды не упоминает, но, может быть, я хотел бы начать упоминать бренды. Расскажи мне, что это, как это работает, для чего это. Отвечай на твой вопрос по поводу новой внедренной маркетинговой контроля рекламы со сквозным, чего-то там. Я тебе официально могу заявить, что я не в теме и могу объяснить, почему. Несмотря на то, что я являюсь руководителем относительно большой рекламной компании, задач очень много, и так как эта задача не является никаким образом принципиально меняющим что-либо, то я видел, что наша юридически-финансовая команда прочитала лекцию о том, как теперь изменился этот момент, и все, все остальные начали его использовать. Насколько я знаю, ничего принципиального не поменялось, а всего лишь идет тот самый процесс, который у нас идет потихонечку во всех индустриях. Он начался с налоговой, и наша налоговая стала самой эффективной, которую только можно представить. Все сквозняком там 99 процентов и 9, наверное, и 8, окей, оставим 2,2 десятых. Вещи всех переводов контролируются, они настоящие, разумные, все налоги уплачиваются и так далее. И за исключением, может быть, каких-то самых бесстрашных людей. И получается, что есть вот эта вот сквозная аналитика, большие данные, предсказательные модели и так далее. Я думаю, что примерно то же самое сейчас внедряют и в рекламе, и будут дальше внедрять везде. До этого внедряли там в контроле за алкогольной промышленности, перевозки, все вот эти. То есть ребята потихонечку, долго запрягая, внедряют охренительные системы, которые потом круто долго работают. Для обычного, непогруженного в вопрос зрителя лучшая визуализация — это и система парковок Москвы. Мы все помним то, как выглядела Москва до внедрения парковок. И я был тем самым человеком, это было достаточно давно, я был юн и увлекался максимализмом. Сам того не помню. Я был уверен, что эта вся история полностью провальная, что невозможно в таком большом городе контролировать вопрос, потому что это был полнейший хаос. Люди припаркованные на тротуарах, я припаркованный на тротуарах, все припаркованы. То есть это полный, полный, полный трындец. В три слоя стоящие машины на Шаболовке. Вот. И я был уверен, что это провальный проект. И что мы сейчас видим? Мы видим абсолютно, ну то есть абсолютно там в центре идеальную историю с парковками. И там она все постепенно распространяется, распространяется. И все паркуются абсолютно аккуратно. На тротуарах ты никогда больше никого не увидишь. Вообще там в Питере это еще можно иногда увидеть. Но сейчас постепенно эта вся история дойдет до всех остальных городов. Так и здесь. Я думаю, что и твой вопрос про рекламу, он относится к вопросу очередного поэтапного упорядочивания всего для того, чтобы было больше контроля, ответственности и так далее. Да, я думаю, до китайцев нам все равно не достать по уровню упорядочивания всего и контроля. Но по поводу парковки я с тобой согласен согласен двумя руками, потому что в других странах, не будем их называть, с которыми у нас идут конфликты. Например, когда я шел по центру их столиц. И, ну, это было не далее, как год назад, полтора-два. То есть вот совсем недавно. И там с парковками такой ужас, который ты в Москве не наблюдал давным-давно. Когда стоят в два слоя, когда все оставляют машины, как хотят. Ну, я, опять же, не могу точно тебе как-то не поддержать, не опровергнуть. Я просто могу точно сказать, что на динамике, которая была в Москве, было плохо, стало хорошо. Это заняло, это заняло много времени. Никто не верил. Но вот, пожалуйста, результат. Ну, видимо, с рекламой какой-то контроль будет такой же в этом смысле, что что-то начнут. Ну, принципиальным образом ни на что это сейчас не бывает. В рекламе сейчас гораздо больше проблем, гораздо более высокого уровня, нежели чем, ну, то есть с точки зрения того, что бренды не до конца понимают, как они могут коммуницировать, что они могут говорить. Если это международные бренды, могут ли они вообще говорить и так далее. То есть это вопросы ситуационные многократно важнее, чем вот этот вот дополнительный. Что коммуницируют бренды, которые ушли или вынуждены уйти в основном? Они вообще прекратили какие-либо рекламные затраты или они... Я, ну, если это... Я не знаю, насколько будет интересно, но для... Во мне как это такое достаточно занятное... Занятный подход к обсуждению этого вопроса. Точнее, занятный вопрос. Значит, все бренды заграничные делятся на три категории. Первое и самое маленькое — это те бренды, которые заявили, что они уходят и реально ушли. Вот у нас из портфолио там 70... Нет, даже брендов, я думаю, что у нас под 200, которые мы обслуживаем в рекламной компании. Такой один. Есть дальше... Можешь ли ты его называть? Spotify. Они действительно сказали, что они уходят и ушли. Все. А есть все остальные, и дальше я их не буду, конечно же, называть там всякие разные детали. Это те, которые сказали, что они уходят, но на самом деле они придумывают способы, как усидеть на двух стульях, потому что нишу терять не хочется. Управленческая команда хочет продолжать получать бонусы, и вообще им как бы у них есть спортивный интерес. Вот. И они играют в игру, а как бы сделать так, чтобы маркетинг был, но при этом продукт продавался, планы выполнялись, но при этом, чтобы хед-офис и международная общественность была довольна. И лучший этому пример — это не наш клиент, поэтому я легко могу по этому поводу говорить. Это добрый кола. Добрый кола — это лучший пример того, как выворачивается менеджерская маркетинговая продуктовая команда со стороны Кока-Колы для того, чтобы продолжать покупать Кока-Колу. Кока-Кола — это продукт, который покупается, будет покупаться. Он, несмотря на то, что из него вывели кокаин много лет назад, он все равно до сих пор влияет достаточно сильно на людей, люди на него подсаживаются. Замечательный продукт с точки зрения того, как можно долго делать хороший продукт. Так вот, и Кока-Кола заявила, что больше Кока-Кола не будет продаваться в России. И, конечно же, но деньги, во-первых, зарабатывать надо, и не только международной корпорации, но и людям здесь. А у тебя в капекс в Вале, у тебя заводы стоят, да. И вот у тебя есть завод, если я правильно помню, называется Мултон, да, у которого есть бренд Добрый и бренд Команда. Я предполагаю, это все мои гипотезы, я со свечкой не стоял. И команда, бренд Команда Колы говорит, так, ребятки, отлично, значит, давайте, значит, мы сейчас к юристам приходят, там, в том числе к юристам, там, не знаю, с хед-офиса, где вот там он не был у Колы. Говорит, а давайте мы запустим Добрый Кола. Типа как будто бы, как бы сок и не сок. А внутри будет, разумеется, та же самая Кола, никто не будет никогда менять рецептуру, это там сложно настроенные эти линии и так далее. И дальше вот начинается игра. А можем ли мы взять всю ту же банку и туда, на ней написать Добрый Кола. Все то же самое, просто банк поменять. Юристы говорят, нет. Хорошо, а если вот так мы банку поменяем? А если вот так? А вот на сколько процентов нужно поменять банку, чтобы вас удовлетворить? И там обычно такой есть, такой, по-моему, термин, по-моему, на 15 процентов есть такой юридический термин или на что-то, чтобы надо поменять. И вот они меняют дизайн так, чтобы он на 15 или более, чем на 15 процентов отличался. И в итоге появляется Добрый Кола. Это, ну, достаточно криповая история, которая есть уже во всех сетевых магазинах. Она продается, на которую, ну, то есть, фактически сейчас туда будут переезжать все люди, которые любят колу, потому что там, как была кола, так или не была, так и осталось. А те, которые хотят подвыпендриться, будут покупать параллельного импута Coca-Cola из Казахстана, который будет выглядеть как раньше, и за это люди будут платить дополнительные деньги. Так вот, и вот эта вот вторая категория клиентов, она очень большая, которые придумывают способы, как дальше, ну, либо обойти ограничения, которые есть от Head-Office, либо которые ждут, тупо ждут, знаешь, где команда руководительские слабее, а они просто сидят на жопе и ждут, пока разрешат. Или если не разрешат, ждут золотого парашюта или релокации. Это же корпорации, в целом, там есть два типа людей, ждущие и занимающие активную позицию. Вот. Мне, конечно, всегда активные люди с активной позиции больше нравятся. Есть третья категория. В каком соотношении эти люди обычно? А это все, честно говоря, зависит от, я думаю, что 50 на 50, потому что мы говорим в первую очередь про активную позицию SEO, потому что дальше оно как бы каскадируется, обычно, активная позиция. И такая активная и бесстрашная. Вообще, в целом, в корпорациях самые крутые люди — те, которые не боятся, что их уволят. Вот эти самые-самые рок-н-ролльщики крутые. Вот. И есть третья категория — это компании, которые не заявляли, что они уходят, и не собираются уходить, и просто меняют, ну, там, какие-то совсем уж веселенькие компании такие, там, поотменяли либо поменяли, и продолжают работать. Это обычно европейские компании, французские, итальянские, испанские. Все. Вот эти компании я ни разу не слышал, чтобы какая-нибудь из подобных компаний, ну, по крайней мере, с того, насколько я погружен, заявила, что она уходит, и ушла. Все, все продолжают в той или иной степени работать. Или большая часть. Ну, получается, в твоем рекламном бизнесе отвалилось довольно много клиентов. Не, клиентов отвалилось. Принципиальным образом у нас, конкретно, отвалился один клиент. Но у всех остальных сильно урезан из-за ограничений маркетинговый бюджет. Вот это произошло. Ну, на сколько это? В половину примерно. У кого-то полностью. У всех зависит. Уз разряда есть... Ты же не знаешь, да, где солому стелить. У нас очень много западных брендов, вообще не западных, а вообще иностранных. И поэтому у нас, я думаю, что падение процентов на 40 будет, Павелочки. Достаточно большое. Как вы справляетесь как бизнес с этим? То есть приходится увольнять людей? Приходилось ли? Ну, мы... Есть разные способы. А нужно понимать, что наша индустрия, наверное, одна из самых пострадавших, да? То есть с точки зрения... Есть индустрия ярко выраженная, выраженная, выросшая, да, например, индустрия оценки компании. Потому что сейчас M&A просто цветет буйным цветом. Все друг друга покупают. Все, кто хочет... Только стоит кому-нибудь из западной нормальной компании заявить действительно, что они готовы продаться. Будет выстроен ряд из людей, которые готовы их купить. Все, потому что, конечно же, всем нужен хороший бизнес, который с брендами, с... Вот. И поэтому бедняги из большой четверки, я думаю, что они и так-то до этого не спали нормально, да? Я ни разу не видел выспавшегося представителя большой четверки. А сейчас я даже не знаю, на чем они сидят для того, чтобы это все переварить. А индустрия рекламы, наоборот, да? Потому что, во-первых, непонятно, что говорить, непонятно, кому говорить. И, например, первые два месяца вообще никто ничего не делал. То есть из разряда все-таки, опа, а давайте-ка мы все на холд поставим и просто посмотрим вообще, как люди вообще реагируют. Это сейчас потихоньку все уже поняли. Например, там, ну, короче, некоторые бренды, западные бренды, у которых, например, 20-30 процентов от всей выручки в России, они первые, как бы, они не могут позволить потом дальше своим акционерам сказать, знаете, мы тут вам угробили год просто потому, что ничего не говорили, да? Это, кстати, ну, в том числе, они, их позиция была видна и там на ковидном кризисе в том числе. Не закрывали, например, свой ритейл. Так вот, каким образом, ну, в бизнесах, в индустриях, в сферах бывают кризисы? Они решаются разными способами. Они решаются способами уменьшения затрат, они решаются способом смещения, изменения фокуса, они решают, то есть, условно, ты продукты другие больше продаешь, они решаются, ну, там, разными, разными способами. Структура нашей компании, я не знаю, она достаточно интересно устроена. У нас очень много юнитов, которые, по сути, это самостоятельные компании с отдельным, как бы SEO-руководителем. И это очень крутые люди, феноменально крутые люди, которые, с которыми мы вместе работаем очень много лет. И эти люди хороши тем, что они самостоятельно разруливают любые проблемы. Они трансформируются, как в ковидном кризисе. Например, у нас там одна команда была, которая вообще специализируется на реализации, организации мероприятий, да? Очевидно, что у тебя ковид, локдаун, какие уж тут мероприятия. И они как-то поворачиваются, то есть они как-то гибко, самостоятельно на уровне своих юнитов варьируют. И поэтому мне повезло, что благодаря вот этой структуре мне не нужно решать все проблемы всех, да? И поэтому, конечно же, у нас сократилась команда, конечно же, у нас поменялся фокус работы, конечно же, мы там какие-то новые ниши пытаемся в новые ниши залезать. Но в целом жизнь продолжается, все будет хорошо. Ну и в тему того, что жизнь продолжается, хотел под конец у тебя спросить. Как ты думаешь, в следующем году кто будет выигрывать в бизнесе, в предпринимательстве, какие идеи будут интересными, кто больше всех приобретет, куда надо бежать сейчас, чтобы было круто в 2023 году? Может быть, какие-то советы бы ты дал? Что надо начать делать сегодня, чтобы не обосраться завтра? Ну, не обосраться — это очень низкая планка, поэтому хотелось бы... То есть мне кажется просто, если человек достаточно критически мыслит и спокойно относится к ситуации, то есть он сохраняет трезвый рассудок и рациональное мышление, то очевидно, что он должен заметить, что сейчас не только в масштабах России, а в масштабах всего мира очень многое, что долго работало одним способом, перестало работать, и сейчас все будет перестраиваться. Это как 90-е в России, которые я очень жалел, что не застал, потому что был маленький и вообще был не в России, которые сейчас в масштабах всего мира. Вот все... То есть не все. Многое того, как работало по-старому, перестало работать, а новое еще не появилось. И получается, что появляются щели возможностей, некоторые из которых размером с большой каньон. И дальше, если тебе эта индустрия или там... Ну то есть есть люди, для которых вообще деньги лучше спорта, им не важно, чем заниматься. Я тоже отношусь к этим людям, условно говоря, с уважением. Им просто нравится, условно, побеждать в соревновании в соревновании там за масштаб. То есть люди, которые все-таки у них сферы определены. Если ты смотришь, если ты в первой категории, ты просто ищешь эти места, мне кажется, что большинство людей это так сейчас и делают активно, им не нужно для этого напоминать. Есть те, у которых индустрии ограничены, они в рамках этих индустрий двигаются. И, собственно, сейчас сам, если мы говорим про бизнес, ну сейчас сложно представить лучшее время для момента перераспределения ресурсов. И сейчас, конечно же, очень большое количество вот этих вот предпринимателей, значит, случайных предпринимателей, которых почему-то повезло, ну, а сейчас вот они там гореют, всякие разные там страдают, плачут на встречах с Путиным. Вот, это отдельный, отдельный, отдельный жанр. Отдельный жанр. Да-да-да-да, это, я про сейчас про тату, это просто стыд вообще какой-то ужасный. Вот, и они сейчас поумирают и пойдут дальше заниматься как бы другим делом, а их зоны освободятся, потому что ну, потому что так устроен мир. Зоны освободятся благодаря Пригожину. Я с тобой согласен, что сейчас, наверное, один, возможно, one in a lifetime opportunity, чтобы купить за рубль то, что будет стоить 10, причем точно будет стоить 10 рано или поздно. Ну, я бы не говорил прямо точно. Все-таки, когда мы говорим про предпринимательство, это территория больших рисков, соответственно, и поэтому есть, ну, точно ничего не бывает. И потом, может быть, и бывает, но важно знать, что именно бывает точно, а у всех разный бэкграунд, понимание. Нужно же преодолевать еще свой внутренний субъективизм, свои родовые травмы, которые у тебя, у тебя майнцепт как бы корректируют, и ты, ну, и так далее. Это самое сложное. Я, кстати, заметил, вот ты как раз из таких людей, как я в этом отношении, которые ни на какую, ни на какую тему не говорят, что это херня. Вот, знаешь, есть такие люди, которые, вот придешь к ним с какой-то историей, я таких людей знаю большинство, вот они занимаются чем-то, например, инвестициями профессионально, управляют портфелями акций. Ты им скажешь крипта, они скажут, ой, это хуйня даже, будем называть это так, они скажут, что это хуйня. Какому-то, кто занимается криптой, принесешь какую-то там стратегию, я в своей системе буду накидывать стратегию, связанную с недвижимостью, они скажут, ой, недвижимость это хуйня. Вот, я за собой заметил, что мне сильно помогает жизнь, что у меня нету такого. Я понимаю, что кто бы с какой темой не пришел, во-первых, если человек с ней пришел, значит, есть рынок, значит, в ней что-то происходит. Возможно, в ней недостаточное соотношение риск-доходность, возможно, я в ней недостаточно компетентен, возможно, я конкретно там не хочу ей заниматься, но не потому, что эта тема полная говнища, а просто вот ситуация такая. И с таким подходом, когда ты никакие темы не откидываешь, сейчас для тебя самое сладкое время, потому что ты занялся сельским хозяйством, я слышал. Ну, не занялся, я начал в эту сторону анализировать, да, то есть с точки зрения там лонг-терм предположений, там есть много интересных вещей, и эта тема там интересная наука емкая, которая технологически емкая, которая интересна. Но я бы дополнил, что мало того, что не стоит быть, отметать какие-то индустрии, потому что такой вот ты бинарный, хотя я иногда отметаю, здесь уж прям совсем откровенная чушь, да. Второй момент, хочется верить, что к текущей ситуации мы накопили какое-то количество опыта и совершенных ошибок, и накопленных знаний для того, чтобы больше совершать правильных решений, чем неправильных. Вот, поэтому есть надежда, что будет что-то прикольное, но это не точно. Обязательно будет, спасибо. Саша Панов сегодня был с нами на подкасте, или что это такое, Антонов и финансы, подписывайтесь на Сашин телеграм-канал, на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот ютуб-канал, мы будем иногда выпускать какие-то ролики, Саша, на что еще подписаться. Сколько у тебя различных каналов, аккаунтов где-то? Не, у меня есть только телеграм, если ты будешь про меня, да, все остальное. Еще некоторые меня находят в фейсбуке, которые я просто не удаляю, но я туда даже не захожу, и пишут, ну, туда не нужно писать вообще, нужно удалить все соцсети. Отписывайтесь от фейсбука, принадлежит компании Мета, это экстремистская организация с точки зрения законов Российской Федерации. Подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо, Саша. Спасибо большое.